МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современный авианосец – это самый большой военный корабль, который когда-нибудь сходил со стапелей. Его главное оружие – боевые самолеты. Советские авианесущие корабли в фильме «Оружие». Изначально авианосец создавался как своеобразный плавучий аэродром, главная задача которого – доставить ударные самолеты как можно ближе к месту боя. Серьезные средства защиты на авианесущих кораблях считались необязательными. Оборону от нападения противника с моря и воздуха обеспечивали силы охранения – крейсеры, эсминцы, противолодочные и сторожевые корабли, авиация. По такому пути развивался авианосный флот ведущих морских держав – США и Великобритании. В Советском Союзе избрали иные принципы конструирования и строительства авианесущих кораблей. Об этом говорило даже их наименование – противолодочные крейсеры с авиационным вооружением. Это объяснялось несколькими причинами. Во-первых, советская военная доктрина имела оборонительный характер. Она не предусматривала наличие в составе флота авианосцев, которые считались наступательным оружием. Во-вторых, важнейшими задачами советского флота оставались поиск и уничтожение подводных ракетоносцев и надводных кораблей противника. В-третьих, крейсер, в отличие от авианосца, мог свободно выйти из Черного в Средиземное море и дальше в Атлантику через проливы Босфор и Дарданеллы. Это было очень важно, если учесть, что крупные советские корабли строились в городе Николаев, на Черноморском побережье. Получив двойное название, авианесущий крейсер получил и двойные функции. Он был взлетной площадкой и одновременно кораблем сопровождения для своего же авиакрыла. Вооружение крейсера включало артиллерийские орудия, торпеды, мины и глубинные бомбы. Получив первый опыт эксплуатации и применения противолодочных крейсеров вертолётоносцев, советский военно-морской флот заказал конструкторам корабль следующего поколения. Вертолёты в составе авиакрыла сохранялись, но теперь их должны были дополнить крылатые машины. В общем-то вертолёты, они выполняли задачу поиска и уничтожение подводных лодок, а самолёты поиск и уничтожение надводных целей. Самолёт, он, естественно, с лётчиком, выполняет любые задания, как хочешь он тебе полетит, и подлетает в упор, просто расстреливай, там уже ничего не сделаешь. Вот задача. Самолёт подлетел, обнаружил какой-то корабль, подлетел, в упор расстрелял, шандарахнул двумя этими ракетами, в конце концов сбросил какую-то приличную бомбу, вот, и всё, в общем, так. Опыта строительства палубных самолётов у советских конструкторов к тому времени не было. В этой области авиации Советский Союз сильно отставал от Соединённых Штатов Америки. В конце 60-х годов американский авианосный флот уже имел палубные истребители, штурмовики, разведчики, заправщики, самолёты радиолокационного дозора и радиоэлектронной борьбы. В это время конструкторское бюро Александра Яковлева по собственной инициативе разработало истребитель-бомбардировщик вертикального взлёта и посадки Як-36. Руководство сухопутных войск заинтересовалось самолётом, который не нуждался в аэродромах. Флот эту машину не заказывал и необходимости в ней не видел. Отношение к полуэкспериментальной вертикалке изменилось благодаря вмешательству министра обороны маршала Советского Союза Гречко. Гречко Андрей Андреевич. Советский военачальник, государственный и партийный деятель, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. Годы жизни 1903-1976. Участник Гражданской и Великой Отечественной войн. Командовал дивизией, корпусом, армией, группой советских войск в Германии, Киевским военным округом. С октября 1967 года занимал пост министра обороны СССР. Яковлев пригласил руководителя военного ведомства в своё КБ и организовал демонстрационные полёты новой машины. Маршалу Як-36 понравился. Правда, боевые качества 36-го оставались низкими. И работа над ним продолжалась. Через несколько лет появился лёгкий штурмовик Як-36М, совершенно не похожий на свой прототип. Это была машина, предназначенная для поддержки боевых действий сухопутных войск, а также для уничтожения надводных кораблей и береговых объектов в морских операциях. В 1974 году Як-36М совершил первую посадку на палубу авианесущего крейсера «Москва». Но конструкция корабля не подошла машине с вдвое большим, чем вертолёт весом. Двигатели штурмовика создавали на поверхности корабля слишком высокую температуру. По настоянию военно-политического руководства страны, которому Як-36М казался перспективным палубным самолётом, было принято нетрадиционное для кораблестроительной практики решение. Новый авианесущий корабль создавался под уже существующий самолёт вертикального взлёта и посадки Як-36М. Так появился тяжёлый авианесущий крейсер проекта 1143 «Кречет». Корабль получил название «Киев» и вошёл в боевой состав Советского военно-морского флота в 1975 году. На нём базировалась смешанная авиагруппа из вертолётов К-25 и самолётов Як-36М. «Киев» – тяжёлый авианесущий крейсер проекта 1143. Водоизмещение – 42 тысячи тонн. Длина – 273 метра. Скорость – 32 узла. Силовая установка мощностью 182 тысячи 500 лошадиных сил. Экипаж – полторы тысячи человек. Внешне Киев был похож на американские ударные авианосцы. Угловая палуба по левой стороне корпуса и надстройка, так называемый «остров» по правому борту. Своим обликом тяжёлый авианесущий крейсер «Киев» и однотипные с ним корабли обязаны министру обороны СССР Андрею Гречко. Ознакомившись с эскизным проектом, который был похож на вертолётоносец «Москва», маршал Советского Союза сказал «Да что вы там мудрите! Сделайте, как у американцев!» Главное отличие советского авианесущего корабля от американских аналогов заключалось в составе вооружения. Авиация на Киеве играла вспомогательную роль. Поначалу авиагруппировка состояла из 22 летательных аппаратов. Впоследствии её состав был доведён до трёх эскадрилей – одной самолётной и двух вертолётных – 30-36 машин. Задачей группировки было авиационное прикрытие корабля во время морских походов. В носовой части Киева разместили артиллерийские установки и главный калибр – мощнейшие противокорабельные ракеты «Базальт», не имеющие мировых аналогов. Оружие этого класса является смертельно опасным для всех типов военных кораблей, включая ударные авианосцы. П-500 «Базальт» – крылатая противокорабельная ракета. Длина – 11,7 метра. Диаметр – 0,9 метра. Размах крыльев – 2,5 метра. Стартовая масса – 5 тонн. Скорость – 2500 км в час. Дальность стрельбы – 550 км. Боевая часть – фугасная, весом 500 кг, или ядерная, мощностью 350 кт. Летом 1976 года Киев совершил переход вокруг Европы к месту своего базирования на Северном флоте. В Средиземном море, у острова Крит, состоялись первые за пределами СССР полеты Як-36М. В условиях высокой температуры и влажности воздуха самолеты летали плохо. Через три года на Тихий океан, в обход Африки, отправился однотипный крейсер «Минск» с более совершенными самолетами – Як-38. Это боевой поход, там считается, отрабатываются все боевые задачи. Качка там была ли на море, на авианосец, он предусмотрен, чтобы его меньше качало. Понимаете, садиться на авианосец в шторм или там еще чего-то, если он там болтается, как неизвестно, что это же самоубийство, тем более с вертикальным взлетом. Ну, это понятно, да, ты садишься, тебе тут снизу как шандарахнуло палуба, это мало не покажется. Вот. Поэтому отрабатывали задачи обучение летчиков постоянно, то есть менялся состав. Это же надо садиться, это же не на землю. Поиски естественного уничтожения там условного противника, если там американец не уничтожали, если наши, то условное уничтожение условного противника. Строительство этих кораблей продолжалось. В 1982 году был спущен на воду тяжелый авианесущий крейсер «Новороссийск». В 1987-м – Баку. Начиная с Киева, советские авианосцы получили новую полуофициальную нумерацию. Она отражала последовательность создания авианесущих кораблей с палубными самолетами на борту. Вертолетоносцы в этот ряд не включены. Киев стал единичкой, поскольку он был передан флоту первым. Минск и Новороссийск – двойкой и тройкой. Номер 4 – это крейсер «Баку», впоследствии названный адмиралом флота Советского Союза Горшковым. «Баку» должен был получить на вооружение новые истребители – Як-141. Эти машины не успели попасть в серию из-за остановки финансирования. Самолет рассматривался советскими специалистами как очень перспективный. Того же мнения придерживались и британские эксперты, которые наблюдали полеты 141-го яка на авиасалоне Фарнбора в сентябре 1992 года. Из плавучего аэродрома современный авианосец превратился в настоящий плавучий город. Атомная энергетическая установка позволяет ему находиться в боевом походе долгие месяцы, двигаясь с максимальной скоростью. Сегодня авианосный корабль – самая универсальная боевая единица, которая способна решать задачи любой степени сложности. Субтитры создавал DimaTorzok